привет меня зовут андрей сегодня интересное видео посвященное декоративной штукатурки итак начнем по порядку у всех у вас ну практически у всех у многих вас есть в квартире домашние животные это конечно хорошо но часто очень домашние животные приносят не только пользу но и вред но мы говорим о настенных покрытием то есть особенно кошки вот у меня есть кошка она очень сильно любит обои вернее она их настолько не любит что она их постоянно царапает рвет в клочья и мы не знаем как с этим бороться замена других обоев не приносит результата так как следующие последующие обои все равно она рвет причем она находит какие-то места которые ей хочется начинает рвать их царапать и так далее значит какой выход из этой ситуации ну можно плитку конечно наклеить на стену в прихожей но обычно так люди не делают есть хороший выход из положения это декоративная штукатурка и сегодня мы на этом объекте у меня дома расскажем о плюсах и минусах декоративной штукатурки как она наносится и вот мы подготовили стены со всех стен были сняты обои поверхность прогрунтована специальной грунтовкой которая уже идет в комплекте с декоративной штукатуркой и сейчас должен прийти мастер по декоративной штукатурки и начинать наносить слой подготовительный слой то есть эта штукатурка она наносится в несколько слоев и в итоге получается очень крепкая и красивое покрытие в принципе которому не страшно и вода и когти кошек и собак то есть она намного прочнее чем обои и так поехали у нас работает декоратор ирина которая занимается декоративной штукатуркой уже очень долго времени ведь эта работа она требует опыта и определенного навыка так как но человек вот просто купив материалы по декоративной штукатурки он не может сразу же нанести правильно и четко фактуру которую которая должна быть в итоге так как все таки в любой работе должен быть опыт и должен быть определенный навык сейчас будет наноситься финишный слой таким образом это вообще нанесение как классическая карта мира зачем чтобы он подсох немножко примерно сколько нужно времени подождать фрагменты потом этот фрагмент начинаешь уже работать и растираем причем растираем не просто по плоскостям если такого эффекта не нужно полоска нужно это делать так и То есть этот хаотичный рисунок достигается с помощью движения шпателя, да? Угу. После того, как мы затерли весь кусок, смотрим на картину в целом, и пятнышки, которые нам нравятся, мы поправляем еще мастихинами, галки тоже делаем с помощью мастихин. И все, шагаем повсюду. И все, шагаем по супругу. проявляется рисунок к фактуру после высыхания она немножко изменится до более тусклая ну да они сейчас смотрятся пока как такие темные пятна стеночки уже это как в основе шелуха стенка блестит неравномерно тоже переливается а а и и и и и и я надеюсь вам понравилось наше видео мы говорим большое спасибо нашему декоратору ирине которая предоставила информацию о том как наносится декоративное покрытие объяснила процессы ну что хочется добавить это покрытие довольно таки прочная да прочная его можно мыть и самое главное что здесь это покрытие и именно для этого помещения то что на стены не подготовлены вообще да то есть у нас стены вообще были не подготовлены это панельный дом панели не были оштукатурены было немножко шпаклевки но шпаклевка была не во всех местах и получилось очень даже хорошо вот пожалуйста то есть никаких вот раковин каких-то мелких дефектов которые были раньше сейчас вообще ничего не видно поэтому если хотите заказывать такую декоративную штукатурку обращайтесь к нам мы вместе с ириной поможем вам с удовольствием осуществить ваши все задумки да